Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. С вами Эка Эмили и очередной мукбанг. Не могу назвать это обжираловкой, это просто какой-то перекус, так скажем. Наконец-то опять этот круглый тортик. Увидела в комментариях, что ждете. И впервые на моем канале турецкая пахлава. Она очень вкусная. Но как-то я не очень прям фанатею, поэтому у меня мама обожает. Решила взять пицца, пицца как в столовой, и клубничка. Без клубнички не обходится ни один мой мукбанг. Я очень голодная. Сегодня утром уехала мама. Я тоже встала в 6, проводила ее. Посадила на такси. Мама такая радостная, что я ее провожаю. Я о ней забочусь. Вообще надо больше времени, сил, денег вкладывать в своих родителей. У меня сейчас видео. Столько материала. Снято, не выложено, но эти видео, например, сняты неделю назад. Пять дней назад. Поэтому, возможно, вы будете спрашивать про кошку моего дворного брата. Но в тех видео это еще не произошло. Состояние плохое, если честно. Сегодня следующий день после того, как произошла эта трагедия. Кошка ничего не ест. Она не ходит, не играет. Она просто лежит. И все. И находится в этом состоянии уже целый день. Я отвели к врачу. Много чего сделали, конечно. Некоторые просто писали в комментариях, что виноваты хозяева. Зачем вы отпускаете? Ну, блин. Кошка просится. Она мяукает. Мой твикс тоже не может. Он хочет на свежий воздух. Вы знаете, что вспомнила? Рэпер Мияги. У него же сын выпал. И насмерть. Из окна. Не дай бог, конечно. Такая вот ситуация. Неприятная. Но что поделать. Сладкая клубника. Где мой телефон? Столько чехлов накупила. Хожу все с одним и тем же. Вопрос от Айгюн Мурадовой. Айгюн, тебе огромный привет. Айка, я тоже живу в Баку. Очень давно ищу работу. Знаю русский язык. Закончила экономический. Нархоз. Никак не могу найти работу. Как ты нашла первую свою работу? И в чем секрет успешного собеседования? Я нашла работу где-то, наверное, за две недели. Но я бы не советовала так торопиться. Я, например, подала CV. И мне, получается, сразу позвонили, позвали. Я подала CV в очень много разных компаний. И, понятное дело, я отправилась в CV, например, 20 разным организациям. К примеру, через недельку мне звонят, например, из трех. Приглашают на собеседование. Я прохожу собеседование, и меня берут. Я, например, устроилась на работу. А потом прошла неделька. Меня позвали из того места, куда я мечтала устроиться. Там зарплата была в два раза больше. Уже сюда я устроилась. Мне мама говорит, ну и что ты на испытательном сроке? Ты могла бы спокойно отпроситься с работой? На которую только устроилась. У тебя, например, третий рабочий день. Ты отпрашиваешься, идешь на собеседование в другую компанию, откуда тебя позвали. Мама мне рекомендовала сделать именно так. Но я не сделала. Подумала, как-то не по-человечески. Это туда-сюда. А когда человеку увольняют, кто думает о человечности? К примеру, я говорю, у нас была девочка, из-за того, что она накричала на своего босса, из-за этого ее просто взяли, уволили, дали ей бумажку. Она расписалась задним числом, что типа ее предупредили. И все, со следующего дня ты без работы. А как насчет того, чтобы отработать 14 дней и найти другую работу для себя? Поэтому я допустила ошибку и вам не советую. Например, вы уже устроились на работу, и вас, например, зарплата не очень устраивает. А вот место, куда вы действительно хотели устроиться, например, работа вашей мечты вас приглашает, и вы думаете, как-то неудобно, я только устроилась сюда. Это ерунда. Мама моя однокрупница, она проработала в одном банке, по-моему, лет 30. У нее были предложения, она работала кассиром. Я не знаю, как правильно это называется, инкассатор, по-моему, в банке, да, кассир. И в то время, когда она работала, ей приходили предложения из других компаний. Более серьезных. Она всем отказывала, говорила, нет, я здесь привыкла, я не могу просто так оставить этот банк. А что вы думаете, чем ей платить 1000 долларов? Лучше взять нового сотрудника какого-нибудь и платить 600 долларов. Когда вот эта вся ситуация с долларом была, у нас был резкий скачок доллара. Многие банки просто не выдержали это. И происходило сокращение. Ее сократили. На тот момент ей уже было около 45. Я не знаю, как сейчас, но я помню, что в то время, когда мы учились с этой девочкой, год она осталась без работы, это точно. Дальше не знаю. Поэтому, ой, компания, ой, моя любимая работа, я не могу здесь всех оставить, бросить. На мой взгляд, это неправильно. Почему-то работодатели могут нас оставить, а мы не можем их. Надо думать чисто о своей выгоде. Потому что завтра что-то не понравится, вас спокойно могут уволить. Это же не ваша работа. И не госструктура. У нас в Азербайджане очень престижно, так скажем, работать в государственном секторе. И мы вот недавно, я во влоге вам тоже показывала, ходили смотреть квартиру. Там офигенный комплекс. Очень много зданий, наверное, где-то 10 зданий 20-этажных. И там дофига квартир. Насколько я слышала, это все, это все дали людям бесплатно от государства. Прикиньте, квартиру получить бесплатно от государства. Офигенно. Да хоть какую, хоть однушку. В городе. Отцу моего парня тоже дали, кстати, бесплатно квартиру. Трехкомнатную. Давно, наверное, лет 5-6 назад. В центре города. Огромную. От государства. И тут мне хочется снести этот стол и устроиться в госсектор. Ну блин, в госсекторе сколько людей работает? Пусть 30% населения. А что делают все остальные? Непонятно. Едят на камеру. К чему я это говорила? Стабильно работать в госструктуре. А все эти банки, компании и так далее. Сегодня ты работаешь у них, завтра нет. Поэтому если у вас есть какое-то предложение с более высокой заработной платой, стоит уходить. Но опять же, смотрите сами. Это лично мое мнение. Я не могу сказать, что я прям в очень много мест работала. Но по большому счету, то, что я видела, я вам рассказываю. Что касается, почему вас не берут. То есть, вы отправляете CV, например, в очень много разных компаний. И оттуда, например, не приходит никакого ответа. То есть, здесь надо обратить внимание именно CV. На форму заполнения. На данные, которые вы указали. Это тоже все очень важно. Делайте CV подлиннее. Элементарно. Я была сначала волонтером. В Асанхидме. Это как паспорт стол. И когда ты заканчиваешь волонтерство, тебе дают сертификат. Первый, второй или третьей степени. Большинство наших получили второй степень. То есть, первой степени было получить очень сложно. Мне дали первую степень. Я сама была в шоке, как это произошло. В общем, в CV я всегда указывала, что я была волонтером, получила первую степень. Все свои плюсы, награды и так далее. Также, если вы учились в лицее, например, образование. Сначала школа. Напишите лицей, такой-то, такой-то. Потом универ. В общем, все свои плюсы обязательно указывайте. Говорила, что не люблю пахлаву. Но она очень вкусна. В поиске работы самое главное не отчаиваться. Искать дальше. Например, не взяли в 10 организаций. Прошли собеседование, вас не взяли. Все равно не стоит расстраиваться. Понятное дело, что с работой всегда сложно. И всегда есть конкуренты, которые, возможно, лучше вас в этой области. Первое место работы всегда сложно найти. И вы знаете, всегда получается такой парадокс. Многие работодатели хотят себе работника именно с опытом работы. Но где ему взять опыт работы, если все вокруг хотят с опытом? Получается какой-то замкнутый круг. Даже внешний вид на собеседование играет роль. Если вы устраиваетесь куда-то в банк, приходите в классике. Старайтесь в разговоре использовать именно литературные слова. Сейчас просто, мне кажется, стало где-то раза в 3-4 сложнее найти работу из-за коронавируса, из-за вот этой всей пандемии и всего. А так при желании найти можно. Было бы идеально, если ты учишься еще в универе, например, где-то стажироваться. Пусть даже бесплатно, пусть даже за минимальную какую-то сумму. у тебя появляется хоть какой-то опыт. У меня, например, Шелли сначала, когда работала, получала просто гроши. Причем, где-то полгода. Но зато сейчас она знает бухгалтерию, она знает все эти моменты с налоговой, как предоставлять отчет. Некоторые вещи я у нее спрашиваю. Поэтому это все-таки знание, которое ей понадобится, если что, на другом месте работы. Я наелась уже, этот тортик доедать не буду. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.